Представитель Ногайской ОДИ, интеллектуал Ногайской культурной автономии Астраханской области. Уважаемые президенты, уважаемые участники конференции, для того, чтобы представить туристическую модель евразийства, стоит обратиться в историческое прошлое и просмотреть, какие модели и проекты существовали на пространствах Евразии, каковы причины и ценностно-птическая база их возникновения, в чем они походили друг на друга и в чем был их принципиальный отличие. Державы гуннов Акшаньюи Модэ до Атинды, Вечник Тюкский Эль и Каганат Небесных Тюрк, Эхэ Монгул Улус Чингисхана и его потомков, Улус Джучи, впоследствии названная Золотая Орда, Ногайская Орда под управлением Кулубиев из династии Педигеп, Российская империя, Советский Союз, Современная Россия, либерально-демократического выбора. Что объединяло эти евразийские цивилизационные глобальные проекты? Евразийские проекты глобального уровня значимости, как правило, объединяют три основные скрипы. Первый — материальные интересы, торговля, логистика, налоги и т.д. Второй — ценности, имеющие нематериальные основания. Религия, понятие добра и зла, что можно, чего нельзя и что должно. Справедливый и, главное, неотвратимый суд, понятие Родины, страны, семья, лидер, то, за что не грех и жизнь. Третий — это святыни, как правило, это религиозные артефакты, культ предков, пророков, их правил, введенных в уровень надзаконных постулатов. То есть то, что является обязательным преклонением души и сердца вне зависимости от пола, положения и происхождения. Вот, на наш взгляд, тот тигель, что спаивает племена в народы и нации, а народы уже рождают элиту по качеству положительного выбора. Элита же, взяв на себя функции и права от имени народа, порождает лидера. Я не зря оперирую термином «рождать», потому что процесс рождения — это божественное таинство, а власть только от Бога. Выбор же всегда лукавый, и иногда он выталкивает наверх гранд-текстных клоунов и перевертышей, обращающих в пыль, пот, кровь, труд многих предыдущих созидательных поколений. Как в божественных книгах сказано, «На все воля не моя, но твоя». Основной состав евразийской цивилизации — это братский союз, семья племен и народов, имеющих культурный код незападной цивилизации. Это объединение из раза в раз проявляется, как мы видим, через братские союзы основных по численности народов славян и тюрк. Вот и сейчас мы собрались в этом зале представителей этих народов и этносов, чтобы протянуть друг другу руки для братских объятий, чтобы в товарищеской обстановке обсудить наше прошлое, настоящее, и постараться внутренним узором заглянуть в будущее. Наша вековая мечта о будущем не изменилась и не потеряла свои актуальности со временем. Мы все так же хотим быть хозяевами на своей земле, и наши дети должны принадлежать и существовать в том ценностном и культурном пространстве, какой мы считаем единственно верным. Не буду озвучивать эти вечные постулаты и сентекции. Все они запечатаны у нас в наших сердцах и делах. Теперь хочу вместе с вами обратиться к тем процессам, которые нас разъединяют, дробят и в конце концов будут. Первое. Это либеральное понимание ценностей, где каждый сам за себя. Обязательства перед семьей, обществом и родиной отсутствуют как понятие. Либеральная свобода при ее разборе означает, что каждый угодно умереть с голоду и от болезней, без надежды на сострадание и заботу от государства и общества. Последний пример с выплатами врачам и детям в период пандемии показал, что даже для президента Путина это является большой проблемой. Второе. К сожалению, наши прошлые и современные мейстримовские историки, ее стратегии и общественные деятели совершенно не осознают глубинных причин возникновения национальной вражды и нетерпимости среди славянских и среди тюркских народов. Главное это отсутствие концептуальности и стратегии ее реализации. Следующий, не менее важный, это национальный вопрос. Без учета национальных и культурных особенностей даже родственных национальных групп, мазание всех одним миром и краской уже привело к русско-украинскому конфликту. Вы все русские, потому что и т.д. и т.п. Или вы все татары, потому что и т.д. и т.п. Нет, мы все разные. Это нужно принять как данность и исходить из этого, если хотим достичь гармонии в едином страновом пространстве. Не нужно нас соединить там, где мы не соединимся никогда. Эти обобщения и объединения порождают химилические проекты, направленные против семьи народов евразийского пространства. Они не жизнеспособны на длительную перспективу, но опасны в тактическом плане. Возьмем такие проекты, как Москва, Третий Рим или Великий Туран. Оба эти проекта несут нам по отдельности вроде бы как счастье и процветание. Однако все эти проекты направлены в первую очередь против русско-славянского и тюркского мира вместе и по отдельности. Не зря у истоков этих проектов стоит Великобритания. Эти условные англосаксы, конечно, хотят для нас добра и процветания. Кто бы сомневался. Зачем далеко ходить за примеры? Обратимся к либерально-демократическому выбору в нашей стране, в Российской Федерации. Наш флаг прихолон. Олицетворять три выбора нашей страны. Синий либеральный, белый, белогвардейский и красный. Природный, тюркский и большевистский. На чем и на каких ценностях мы будем выбирать свое будущее? На либеральных ценностях понятно, что нет. Они по факту показали свою античеловеческую и трансгуманистическую направленность. И по естественным причинам уже сходят с исторической сцены. На белогвардейских ценностях тоже нет. Это чем мы будем лучше бандеринских желто-блокитников, торгующих своей землей национальными интересами и людьми. Замечу, что во время Великой Отечественной войны белогвардейцы и бандеринцы были в одном строю. Лизали сапоги к фашистским завоевателям и стреляли с хронов спины нашим отцам и дедам. Теперь, конечно, белогвардейцы просят примирения и прощения в пакетах. Под сенью государственных структур строят анахронические памятники и памятные доски. Но они временные в полном смысле этого понимания. Простите примириться, но и Власовщина видна в их фильмах-новоделах о Великой Отечественной войне, о Зое Космедивианских и других героях. Народ это не воспринимает. Ведь у них, у белогвардейцев, кроме Власова, Шухевича, Краснова, нет своих героев. Вот поэтому ими нужно обливать и наших героев. Так что их белогвардейский проект с хрустом французской булки вернется на их любимый запад. Чем дольше он здесь, в России, будет насаждаться, тем кровавее будет исход. Нам с ними не по пути. Остается красный проект или СССР-2, он же евразийский. Здесь нужно быть очень внимательным и аккуратным. Времени у нас мало, но оно есть. Мы здесь для этого и собрались, чтобы обменяться мнениями, так сказать, сверить часы перед интеллектуальным проектом ШУМ. В красном или евразийском проекте тоже существуют свои погодные камни. Хочу остановиться на некоторых педагогах. Недавно в передаче Захара Прилепина на НТВ был сюжет о Ермаке, где представители татарской общественности вышли с предложением не называть аэропорт Тобольский именем этого атамана. Якобы он был угнетателем татар-сибири. К этому бреду власти, как ни странно, отнеслись с пониманием, и аэропорты по всей стране начали носить нейтральные имена. Я не говорю уже о Сталинграде, городе вечной воинской славы всех народов СССР. Татарский нацпроект и начало татарской национальной идентичности – это 19 лет, а Ермак – 16 лет. Патриотические общественники решили поставить памятник Ивану Грозному в Астрахани в честь добровольного выступления астраханского ханства в состав московского княжести. Татарская общественность Казани выступила против Татарского нацпроекта и начала татарской национальной идентичности – это 19 лет. Иван Грозн – 16 лет. Для неислушенного человека этот разрыв во времени и событийности может ничего и не скажет, хоть и связан своими отрицательными последствиями, но ведь никому и в голову не придет отрицать, что те древние, якобы угнетаемые татары, это и есть и современные татары. За исключением тех тюркских народов, которых огульно занесли в начале 20 века татарский нацпроект, и теперь они являются безмолвным топливом чуждого для них конструкта. Теперь великая история их предков это тоже достояние нечистоплотных политиканов и проходимцев от истории и проектантов. Мы, наследники Ногайской идентичности и наследники своих предков, решили прорезать некоторые геостритетические проекты, сущность которых мы расцениваем как направленные против интересов России настоящей и будущей. Не было никаких татар до 19 века, ни сибирских, ни крымских, ни казанских, ни астраканских, вообще никаких. Это все экзоэклонимы, внешние крички, данные соседями этим народом. Любой даже начинающий историк, ученый, вам это докажет на пальцах. Но правда вещь горькая и крайне неприятная. Мало кому это интересно, ведь столько книг и диссертаций уже написано. Но кому-то это нужно было остановить. Пришлось нам Ногаев напомнить о себе. Поэтому в памятнику Ивана Грозного в Астрахани быть и проектанты из Казани для Ногаев и всех астраханцев не указаны. Ну и Ермак тоже, сколь думаю, займет свое почетное место в Сибири. Наследний опыт Ногайской Орды как глобального евразийского проекта до конца еще не оценен даже его потомками. И мы, хранители этого наследия, в данное время всесторонне изучаем эти управленческие знания и технологии наших предков. Эти знания остались еще в древних фольклорных кодах и шифрах. И мы их считываем. Ногайское историческое наследие принадлежит в первую очередь самим Ногайям. И потом уже всем остальным народам на евразийском пространстве. Уважаемые гости и организаторы полунужного всем народам Евразии форума, ставший площадкой для обсуждения и обдумывания наших конкурсуальных проблем и выработки стратегии. Только подлинный, справедливый союз всех может создать крепкую семью народу, где каждый этнос найдет свое место за богатым евразийским историческим столом. Своей самобытностью, культурой и традициями мы все вместе можем обогатить, испаять новый и одновременно старый поистине цивилизационный проект «Большая Евразия». Красный цвет. Посередине это там графа Монагая, ну и круг это символ вечности. Писатель политики.